Мюнхенская конференция по безопасности. Это одна из самых крупных и важных конференций по мировой безопасности. Она проводится традиционно в феврале и собирает десятки лидеров государств, политиков, военных, дипломатов и экспертов, чтобы обсудить ситуацию в мире. На конференции обычно затрагиваются такие темы, как проблемы международного терроризма, кибербезопасность, конфликты, а также другие вопросы мировой политики и безопасности. Проходят дебаты, выступления и круглые столы, на которых участники имеют возможность высказать свою точку зрения и обменяться мнениями. Конференция также является площадкой для проведения встреч и переговоров между представителями различных стран и организаций. Участие президента Азербайджана Ильхам Алиева в Мюнхенской конференции по безопасности является еще одним успехом азербайджанской дипломатии. Основными факторами, определяющими нынешнее место и роль Азербайджана в мировой политике, являются способность последовательно и решительно претворять в жизни политический курс, рассчитанный на национальные интересы. Победа Азербайджана в отечественной войне 2020 года, энергетическая политика, а также успехи, достигнутые в создании современного транспорта, логистики и инфраструктуры, открывают дополнительные возможности в других областях. И все это является ярким свидетельством проведения республикой независимой политики. Франция стремилась демонстрировать миру, что обладает инициативой в азербайджано-армянском вопросе, и таким образом имеет право диктовать свою волю сторонам. Но не только это намерение официального Парижа не осуществилось. В целом, политика, проводимая в этом направлении, полностью провалилась. Неудача преследует Макрона не только во внешней политике, но и во внутренней. Только 32% французов заявляют, что удовлетворены действиями Эммануэля Макрона. То следует из данных опроса, проведенного Институтом общественного мнения IFOP по заказу Journal du Dimanche. Одной из главных причин низкого рейтинга Макрона является недовлетворенность населения экономической ситуации в стране. Премьер-министр Армении не случайно уклонялся от участия в Мюнхенской конференции. На это есть веская причина. Пашинян не забыл о сложной ситуации и полном позоре, в котором он оказался в дебатах с президентом Азербайджана в 2020 году. Коккейское бюро решило, что Карабаха является частью Азербайджана. Видимо, заверения президента Франции о его поддержке все же убедили Пашиняна приехать в Мюнхен. Однако это не спасло премьер-министра Армении от очередного позора. Пока лидеры обсуждали вопросы, связанные с будущим региона и геополитической ситуации, армянский премьер не придумал ничего лучше, чем играться с выключенным микрофоном. Армянский политик, зампред Армянского национального конгресса Ливон Зурабян, отмечает, что он с ужасом наблюдал за дебатами между Пашиняном и Алиевым на Мюнхенской конференции. «Если наблюдать за эволюцией лидеров Армении от Ливона Тарпетросяна до Роберта Кочаряна и Сержа Сарксяна, а от них до Никола Пашиняна, то трудно отмахнуться от мысли, что следующим лидером Армении будет Пятикантроп», – отметил Зурабян. Как подчеркнул армянский политик, Пашинян промолчал, когда президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан готов говорить с представителями армянской общины, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе, а не с тем человеком, который был экспортирован из России, то есть с Рубеном Варданяном. Политик также отмечает, что Пашинян потратил большую часть своего времени на глупые утверждения касательно сноса мечети в советское время. Соглас новской логике Пашиняна, мировая общественность должна была сделать вывод, что то, что сделали армяне, не имеет большого значения. К тому же Пашинян тратил на эту полную глупость львиную долю отведенного ему времени, – сказал Зурабян. Словом, как отмечает Зурабян, выступление Пашиняна на Мюнхенской конференции по безопасности выявило ужасные реалии. «Жалкое воплощение позорной капитуляции Армении сидело в Мюнхене и стало ясно, что если мы чего-то не потеряли на поле боя, то потеряем в результате плохой дипломатии», – заключил он. Трехсторонняя встреча в Мюнхене с участием госсекретаря США Энтони Блинкина дала понять, что Франции вообще нет места и роли в этом процессе. Госсекретарь США Энтони Блинкин на переговорах в Мюнхене с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил прогресс на пути к мирному соглашению между двумя странами, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам встречи. Блинкин отметил значительный прогресс, достигнутый обеими сторонами за последние несколько месяцев, на пути к мирному соглашению и обратил внимание на предложение председателя Евросовета Шарля Мишеля принять стороны в Брюсселе, отметил американский дипломат. Прайс заявил, что Блинкин призвал стороны работать над открытием транспортных маршрутов в регионе. Нынешняя ситуация обусловлена принципиально позицией Азербайджана, а также односторонней проармянской политикой Франции. Срыв бруссельского формата, который имел успешный старт, с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля, произошел на более позднем этапе, после того, как Франция попыталась перехватить инициативу. Глава государства напомнил, что выражение «Нагорный Карабах» больше не действительное, и в Азербайджане не существует такой административной единицы. В Мюнхене президент также указал, что есть общее понимание, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе. Во-первых, это вектор мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Во-вторых, это связь Азербайджана с армянским населением Карабаха. С нашими международными партнерами было согласовано, что будут обсуждаться права и гарантии армянского меньшинства в Карабахе. Мы готовы к этому. Но с теми представителями армянской общины, которые жили, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе, а не с тем человеком, который был экспортирован из России, чтобы занять руководящую должность в Карабахе. Возможно, экспортирован это неподходящее слово. Наверное, я бы предпочел выражение «ввезен контрабандным путем». Армянская газета «Паст» пишет, что во время визита в Турцию главе МИДа Армении Арарату Мирзаяну прямым текстом было сказано, что одним из факторов, мешающих подписанию цитата «армяно-турецко-азербайджанского мирного договора» является именно Рубен Варданян. Как сообщил наш источник в правительстве, глава внешнеполитического ведомства Армении от имени премьера Никола Пашинена пообещал, что очень скоро они смогут добиться того, чтобы убрать с пути Рубена Варданяна. Конец цитаты. В Мюнхене президент Азербайджана указал, что тот, кто поможет обеим странам прийти к соглашению, получит медаль чемпиона, подчеркнув, что мирные переговоры иногда длятся слишком долго. Мы вели мирные переговоры в течение 28 лет. Вы можете себе представить, с 1992 по 2020 год. И если бы мы не решили Карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет. Это было абсолютно приемлемо для Армении, так как они хотели заморозить ситуацию, навсегда сохранить наши земли под оккупацией. Это было приемлемо для друзей армян в разных частях света. Но для нас это было неприемлемо. Поскольку мы готовились, мы мобилизовали все свои силы. Мы взращивали новое поколение. Взращивали поколение, пришедшее и освободившее земли, которые они никогда не видели, поскольку они были молоды. Они даже еще не родились, когда Армения оккупировала наши земли. Президент подчеркнул, что справедливость приходится восстанавливать силой. Это право, предоставленное статьей 51 Устава ООН, который Азербайджан использовал. Война была освободительной и была справедливой. Война 2020 года не была оккупационной. Поэтому в азербайджанской армии не было ни одного человека, который покинул бы поле боя. В течение 44 дней, когда наши города и села обстреливали с ракетами «Искандер», никто не покидал поле боя. А в Армении было 11 тысяч дезертиров. Почему? Не потому, что они проигрывали на поле боя. Потому что их война была оккупационной войной. Не было мотивации. Люди, родившиеся в Армении, не были заинтересованы отправиться в Азербайджан и бороться за землю, которая им не принадлежит. И то, что мы видим, как один из результатов нашей освободительной войны, главный фактор – это мотивация. Оружие важно. Тактика тоже важна. Планирование очень важно. Но мотивация стоит на первом месте. И нельзя покорить людей, которые хотят свободы. Они умеют ждать. Они могут ждать, как мы ждали 28 лет. Но однажды они возвращаются на свою землю. Выгоняют агрессоры и водружают свой флаг над всеми принадлежащими им историческими зданиями. В Мюнхене президент Азербайджана выступил с инициативой создания контрольно-пропускных пунктов на Лачинской дороге на Азербайджано-Армянской границе. Реализация этого предложения может привести к решению многих существующих проблем. Мировое сообщество видит эту реальность и принимает предложение президента Азербайджана. В целом, выступление глава азербайджанского государства наглядно показало, что азербайджанская сторона имеет четкое представление о том, что необходимо сделать для нормализации отношений с Арменией и подписания мирного соглашения. И вносит оптимальные предложения. Армения, с другой стороны, не знает, чего хочет, не учитывает существующей действительности и пытается сорвать повестку дня абсурдными идеями. Как отметил президент Ильхам Алиев, нынешние реалии нельзя рассматривать отдельно от того факта, что Армения 30 лет держала под оккупацией земли Азербайджана. Армения несет ответственность за политику геноцида против азербайджанского народа и разграбление национальных богатств. Это означает, что Армения не имеет права отбрасывать результаты 30-летней оккупации и винить в сложившейся ситуации Азербайджан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях Мюнхенской конференции в интервью СМИ коснулся вопроса отношений между Баку и Тегераном, указав, что нормализация возможна после того, как власти Ирана привлекут к ответственности всех, причастных к теракту против азербайджанского посольства. Вы слышали о террористическом акте, организованном против нашего посольства, против азербайджанской дипломатической миссии. В течение 30-40 минут террориста не разоружали. Полицейские машины приезжали, уезжали, а сотрудники безопасности позволили ему дважды ворваться внутрь и убить одного сотрудника охраны и ранить двух других. И только храбрость одного из сотрудников охраны, который голыми руками обезвредил террориста, позволила спасти жизнью, возможно, десятков других, поскольку в том здании живут семьи дипломатов, включая детей. Глава государства указал, что Азербайджан требует немедленного и прозрачного расследования. И тот факт, что сразу после этого теракта террорист дал интервью иранским СМИ, является свидетельством того, что он один из тех, кто был послан определенными группами иранского истеблишмента. Еще одна странность в том, что всего через два дня после теракта он был объявлен умственно отсталым. Как они сразу смогли провести экспертизу? Это попытка защитить его от правосудия. Президент Ильхамалиев подчеркнул, что иранское правительство должно провести прозрачные расследования. Мы должны быть проинформированы об этом. Террорист должен быть наказан. Но самое главное, должны быть привлечены к ответственности те, кто подослал его, те представители иранского истеблишмента, которые совершили этот жестокий акт против Азербайджана. Только после этого мы можем говорить о какой-либо нормализации. Таким образом, антиазербайджанская риторика Парижа совпадает с провокационными действиями, находящегося под санкциями Тегерана. Несмотря на противоречие во многих вопросах, неприязнь к азербайджанцам сблизила французов, персов и армян. Но на их антиазербайджанские выпады Баку есть чем ответить и с какими союзниками противостоять. Итоги Мюнхенской конференции по безопасности дали ясно понять, что перед Азербайджаном открыты все двери. Баку ни у кого ничего не просит. Наоборот, выдвигает условия и добивается своего. Самое главное, ни Париж, ни Тегеран не могут свернуть Баку с намеченной цели. Какие бы провокации они не устраивали бы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова